Здравствуйте, коллеги! Привет, друзья! Это канал Давай Запишем в студии Александр. Сегодня вашему вниманию знакомство с двухполосными активными мониторами от компании Genelec. Эта модель 8010. Вряд ли найдёшь музыканта, которому не знакома эта фирма Genelec. Или пробовали сами, или видели у кого-то, или просто в разговоре с коллегами, но этот бренд так или иначе упоминался и не раз. И это не просто так. Этих финнов знают, любят и ценят во всём мире за их умение выжимать из своей акустики всё то, что нужно самым капризным звукорежиссёрам. А отсюда и цена. Она никогда не была маленькой. Вот и сегодняшние экземплярчики. Хоть упакованы всего тремя дюймами внизу и тремя четвертями дюйма сверху имеют статус далеко не эконом-класса. Тридцаточка, товарищи, за единицу. Что ж, будем разбираться, от чего эти три килограмма веса в паре такие, мягко говоря, недешёвые. Как заявляет сам производитель, такого уровня звукового давления без искажений, которые способны выдать эти колонки, в подобном классе найти просто невозможно. Речь идёт о 96 децибелах. А также частотные характеристики. На бумаге они выглядят так. 67-25 тысяч герц. Что ж, с удовольствием в это поверим, как только дадим им возможность себя показать. А пока посмотрим на них сами и увидим, что, к величайшему сожалению, у них нет ручек громкости. А это значит, что крутим или на своей карте, или покупаем контроллер типа вот такого, чтобы ещё и тысяч шесть, кстати, сэкономить. Смотрим дальше и видим, что подключение у них одно единственное, но зато очень правильное. И есть ещё вот такой небольшой блок управления полётами, который включает в себя старт системы Intelligent Signal Sensing, которая отправляет мониторы в спячку, если некоторое время отсутствует сигнал, понижение чувствительности на 10 децибел, функцию Desktop Control, которая служит для ослабления на 4 децибела частоты 200 Гц, которая может доставлять некоторый дискомфорт при размещении мониторов на столе или другой аналогичной поверхности. И, наконец, три уровня ослабления басового отклика мониторов. Это когда они расположены, например, близко к стене. Итак, минус 2 децибела, минус 4 децибела и минус 6 децибел, если в работе оба переключателя. Ну что ж, можно, наверное, их уже и послушать. Лишь только озвучу заявленную мощность, это 50 ватт на колоночку, и частоту кроссовера. Возможно, кому-то это нужно, 3 килогерца. Ну и совсем последнее, это наличие фазоинверторов, несмотря на такие весьма скромные размеры. И вот такая резиновая подставка, которая позволит вам расположить мониторы под таким углом, какой вам нужен. Всё, друзья, давайте послушаем и подведём итоги. И чтобы дженилекам не было скучно, и одиноко возьмём, да и попросим наши студийные Ямахи пятёрки с ними по приколу посоревноваться. Субтитры подогнал «Симон»! 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 достаточно просто приспособиться к ним не только для прослушивания музыки, но в том числе и для сведения. Друзья, на этом всё. Работайте по возможности на хорошем оборудовании, всем творческих успехов и до новых встреч на нашем канале! Лёша к сегодняшнему стриму заметно похудел.